Актив клуба «Литературная среда» пишет сценарий вечера, посвященного творчеству поэта-песенника Леонида Дербенева. Будут читать стихи и петь песни. Также в планах клуба встречи с творческими людьми Самарской области. В рамках проекта «Новый образ старшего поколения в современном мире» уже более пяти лет в нашей Центральной межпоселеннической библиотеке работает наш клуб для читателей старшего возраста. Занятия наши проходят очень интересно. И они запоминаются. Это и музыкальные встречи, и поэтические встречи, тетрализованные. Мы участвуем в уличных акциях, флешмобах, флешбуках. Интересно проходят встречи наши с нашими местными поэтами. Мне очень много дал. Я, во-первых, познакомилась со многими людьми очень интересными. Я здесь очень много узнала того, чего, может быть, и не знала раньше. Мне кажется, и кругозор-то мой стал шире. И я как-то стала более смотреть на жизнь светлыми глазами. В Кукольном театре – репетиция нового спектакля. Серебряные волонтеры готовят очередную акцию. И все эти мероприятия проходят в Централизованной библиотечной системе Приволжского района. Нам здесь очень интересно. Мы сюда тянемся, нам тут нравится. Мы встречаемся, общаемся, значит, делимся своими жизненными опытом своим жизненным. Также познаем очень много нового интересного. Допустим, у нас проходит виртуальный туризм. Это очень интересно, потому что мы распознаем, смотрим новые страны. Допустим, соборы какого-то города рассматриваем. Много что не знали, а теперь мы вот это узнали. Нам очень это интересно. И, в общем-то, своей активной творческой жизненной позицией мы доказываем обществу, нашим детям, нашим внукам, то, что, несмотря на то, что мы уходим на пенсию, у нас начинается новый жизненный этап. Я приехала в Приволжье в 1973 году. И с этого года я практически постоянно, каждый месяц я бываю в этой библиотеке. Меня очень хорошо знают. Здесь работают прекрасные люди. Книги здесь на любой вкус можно выбрать. Так что я без библиотеки не могу. Централизованная библиотечная система Приволжского района объединяет 17 библиотек. Жители маленьких и отдаленных сел тоже получат книги. К ним приедет библиобус. Это современная библиотека на колесах с большим выбором книг с компьютером и выходом в интернет. Круглый год в любую погоду команда библиобуса колесит по дорогам Приволжского района. Везет людям нужные и любимые книги. Жители Приволжского района читающие. Нам повезло, мы комплектуемся. У нас хороший фонд. Скомплектовались очень хорошо, когда покупали библиобус. Затем в 2019 году очень хорошо комплектовали свой фонд в рамках реализации национального проекта при создании и открытии модельной библиотеки. Библиобусный фонд также пользуется книгами из модельной библиотеки. Он предоставляет жителям всего района данный фонд. Есть у нас в районе программа развития культуры муниципального района Приволжского, в которой заложены деньги на финансирование. Мы покупаем и книги, и делаем подписку. Нам грех жаловаться. В рамках реализации национального проекта «Культура» в селе Обшаровка Приволжского района была открыта модельная библиотека. Здесь созданы все условия для интеллектуального отдыха взрослых и детей. На базе Обшаровской библиотеки у нас уже два года проходит фестиваль, который так и называется «Библиотека. Территория без границ». В данном фестивале принимают участие старшеклассники, учащиеся техникума и работающая молодежь. Молодежь нам помогает. Они у нас принимают не только участие в мероприятии, они являются и организаторами некоторых мероприятий. Также они помогают в надомном обслуживании маломобильных граждан. Именно молодежь. При библиотеке создан волонтерский отряд, оберег, который называется. И при библиотеке действует клуб «Молодежный проспект». Интерактивные книги, книги-панорамы, конкурсы детского рисунка и различные мастер-классы, встречи с писателями и поэтами, интеллектуальные игры для школьников старших классов – это только часть мероприятий, которые проходят в библиотеках. Каждый житель найдет в библиотеке интересную книгу или увлечение. Специалисты централизованной библиотечной системы Приволжского района ведут активную проектную деятельность. Межмуниципальный интеллектуальный марафон «Лестница успеха», благодаря которому была сформирована книжная библиотека интеллектуала. И живое письмо с фронта. Результатом этого проекта стали озвученные письма наших фронтовиков. В декабре 2020 года наша библиотека приняла участие в третьем форуме гражданских инициатив нашей Приволжья, где сразу два проекта были удостойны внимания. К реализации одного из них наша библиотека уже приступила, и в ближайшее время будет запущен кривический сайт Приволжского района. Сотрудники библиотек Приволжского района ведут успешную поисковую работу. Так были созданы сборники о земляках-фронтовиках. Был составлен сборник. Потомки узнают, как мы воевали за мирное небо над их головами, о Приволжских участниках Великой Отечественной войны, наших земляках. На сегодняшний день данная работа продолжается, все библиотеки собирают информацию. Одно из ведущих направлений централизованной библиотечной системы Приволжского района – краеведение. В библиотеке есть экспозиция, посвященная истории родного края и выдающимся землякам. В 2020 году централизованная библиотечная система Приволжского района принимала участие в областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех». Хочется сказать, что сегодня библиотека находится в тренде. Она является проводником для читателей «Мир информации». А мы, молодые специалисты, помогаем библиотеке идти много со временем. Больше всего в нашей работе мне нравится абсолютно то, что мы всегда развиваемся. В наших социальных сетях нет скучных библиотечных отчетов. Мы стараемся наполнить свой контент интересно и необычно. Но самое главное, мы получаем обратную связь от наших читателей. Современная библиотека – это поток энергии знаний, эстетического дизайна, коммуникации между людьми. Мы идем в ногу со временем и нам, читателями, по пути. В централизованной библиотечной системе Приволжского района работает творческий, профессиональный и слаженный коллектив. Специалисты создают все условия для того, чтобы жители Приволжского района получали новые знания, расширяли кругозор и развивали творческие способности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова